ВОКРУГ СВЕТА ПЕШКОМ Поход по Великому Русскому Северному Пути стал очередным этапом проекта «Вокруг света пешком», в рамках которого Валерий Шанин изучает лучшие пешеходные туристические маршруты мира. В этом походе его попутчиками стали Сергей Забурниягин, Алла Фатахова, Эдуард Свигун, Дмитрий Сагал, Александр Советов, Ирина Спирина и другие. Россия. Великий Русский Северный Путь. Великий Русский Северный Путь, общей протяженностью около двух тысяч километров, идет от Москвы до Соловецкого монастыря. Через Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залиский, Ростов-Великий, Ярославль, Вологду, Кириллов, Белозерск, Каргополь и Онегу. Мы прокладываем паломнический маршрут. Вот с вашей точки зрения есть смысл в паломничестве? Не знаю, мне кажется, надо как-то немножко все же в другом направлении надо идти. Какие раньше были люди, скажем так, православные люди, зачем они, они же знали, зачем они ходили в Иерусалим пешком. Они знали, зачем нужно креститься, венчаться, зачем нужно носить платочки. И поэтому чуть ли не в каждой деревне строили вот такие храмы. люди знали. У нас же сейчас это же, ну как сказать, модно что ли это стало? Получится? Конечно. Людям нечего делать, я вам так скажу. Нечего делать людям. Они вот, ну что это такое, посмотрите, в деревне даже все уже нету, ни колхозов, ничего. Страна, вся страна вымирает, а мы бегаем по паломничеству. Это просто Рим, хлеба и зрелища, ой, там икона там замироточила, и все побежали, ой, там старец такой прозорливый, он мне там такое сказал, все побежали. Потому что не хватает, просто не хватает человеку физической нагрузки. Это правда. Он сидит, поэтому вот и придумывает себе какие-то, о, а я сейчас туда пойду, я же устал, мне надо развлечься. Нужно, нужно человеку отдыхать, нужно обязательно. Обязательно нужно, ну это как-то должно быть с понятием, для чего я это делаю. Для чего? Смысл должен быть во всем, всегда, везде, смысл. Я же ничего не, я не против, нужно это ходить, но мне кажется, это все равно немножко отводит человека в сторону. Сейчас не те люди, не те люди совсем стали. Наверное, знаете, правда, да, как строятся храмы и как рушатся храмы. Сначала же, да, народу, душа человеческая сначала, если они, если у них желание появится, а потом и благословение Божие есть, если все это, ну скажем так, срастается, вот так строятся храмы. Так же и рушатся, если Бог видит, что людям не нужен храм, берется и разрушается. А вы считаете, он не нужен никому, ну конкретно этот? Конкретно этот храм нужен, но очень ограниченный число людей, очень ограниченный. Если вы православные, если вы верите в Бога, правильно? Я, да? У вас душа должна быть какая православная, не мусульманская, не кришнаитская. Она должна быть, и душа такая должна быть. Душа, как говорят святые отцы, она по сути своей православная, душа православная. Она-то, ну рвется, скажем так, к Богу, как сказал-то Серафим Саровский. Помните вот эту знаменитую фразу «Стяжи Духа Святаго», то есть «Спасай свою душу, и тысячи людей вокруг тебя спасутся». Этот храм за три с половиной года строили. Ну и потом есть же такой момент, то есть вы сами это прекрасно понимаете, что если они не восстанавливаются, значит, в них нет потребности. Ну, храмы же строили люди, у них была потребность принести заработанные собой, заработанные ими деньги, они приносили, строили. Как люди здесь принесут деньги? У них нет денег. И строили здесь люди не на деньги, вот которые здесь люди жили, не на эти деньги строили. Но я здесь очень много народу покрестил. За 25 лет служения очень много народу служил. Двое человек, только вот из этой массы двое человек, только как-то стремятся ходить в храмы, соблюдать посты, не осуждать другого человека, стремятся как-то двое, чем два. Все. Для меня это, ну, как трагедия. Успехов вам в вашем, как вы думаете, благом деле. Хорошо. Я тоже надеюсь на это, что у вас все получится. Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монастырь. Павел Обнорский родился в 1317 году в Москве и с детства имел склонность к монашеской жизни. В 22 года он ушел из дома и в Рождественском монастыре на Волге принял монашеский постриг. Позднее он перешел в Троицкий монастырь и стал учеником Сергея Радонежского. В поисках места для уединения Павел посещал различные пустыни. После странствий он остановился в Комельском лесу и три года прожил в Дупле-Липе. Затем перешел на реку Нурму, построил себе келью и выкопал колодец. Место жительства Павла стало известно. К нему начали приходить желающие стать его учениками. В 1414 году, по благословению Сергея Радонежского, Павел построил Свято-Троицкий храм, вокруг которого постепенно возникает монастырь. Уже в 16-м столетии Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь, несмотря на удаленность от столицы и разорение в 1538 году казанскими татарами, стал обретать известность и экономическое благополучие. Среди жертвователей и паломников были богатые люди, вельможи и великокняжеские особы. Побывавший здесь в середине XIX века Андрей Николаевич Муравьев писал, что мельница и монастырская слободка давали совершенно сельский вид всему тихому приюту. Но самая обитель носила на себе отпечаток «пустынный». В 1920-е годы Павло-Обнорский монастырь был упразднен, а монахи изгнаны из его стен. Многие из иноков подверглись гонению. Территорию монастыря переименовали в село Юношеское. В церквях разместились народный дом с библиотекой читальни и театральной сценой, школьные классы и маслодельная артель. Помещения, где жили монахи, переделали в общежитие приезжающим на летний отдых рабочим и служащим. С 1995 года монастырь вновь стал действующим. Восстанавливаются уцелевшие монастырские строения, возводятся кирпичные стены-ограды, построена часовня над мощами преподобного Павла, колокольна и хозяйственные постройки. В храме установлен новый иконостас. Монахи и послушники работают в столярной мастерской, на пасеке и в пекарне. Свежие овощи для монастырских трапез выращивают в парниках и теплицах. Село Всехсвятское. Когда-то там стояла большая красивая церковь всех святых. В 50-е годы церковь была закрыта и постепенно ветшала. В 1957 году ее взорвали. Ну, вокруг деревень-то много еще было. Ну, ага. Рядышком там, вот поедешь, сейчас мимо на горке тут, видать, что деревня жила, березы все стоят рядом. Потом на том берегу реки была тоже деревенька. Высокого там, буквально, может, километр-полтора деревня была. Люди-то жили там, да почему? Вот там батюшек много было. А, то есть были батюшки? Батюшки были, да, были батюшки. Там же была стружка, домичек такой. И они жили. В окрестных деревнях было много монастырей, зачастую очень маленьких. После их закрытия монастырские церкви становились приходскими. По мере того, как исчезали приходы, церкви также становились бесхозными и постепенно разрушались, если не находился какой-нибудь подвижник, поставивший себе целью сохранения никому не нужного храма. От села Высокого сохранилась только Благовещенская церковь. Сейчас она стоит особняком посреди ничего. Но не заброшены. Рядом живет монах-отшельник, отец Андрей. С посетителями он общаться не рвется. Но за церковью следит. Не дает ей совсем развалиться. Там еще как будто витражи, да? Да, похоже, там были витражи. И похоже, что тут было прям очень красиво. Батюшка все равно вкладывает в церковь, занимает. И работники приезжают, и паломники там всякие помогают. И штукатурят там, и делают все. Ну, вообще... На осень должны приехать тоже кто-то, говори мне. Это я вам дрова привозил батюшку. Ну, вообще, надо сказать, удивительно. Потому что мы столько уже прошли. И обычно в таких местах это просто руины. Уже ничего нету. А у вас... Белый храм. Белый храм, отремонтированный. То есть, по сравнению с теми руинами, которые мы видим, весь путь, он у вас в идеальном состоянии. Можно сказать, за свои деньги все восстанавливают. Ну, фрески, конечно, прям на входе даже очень красивые. Чувствуется, что они все-таки... Тоже много обворовывали церковь раз. Да? Много раз обворовывали. Это уже в наше время или еще в советские времена? При мне. Даже еще я застал. Вот мне 30 лет там. И даже при мне уже случаи были. Естественно. А что там воровывают? Коны? Коны, крестики. Что там? Я не знаю, что цену. Вот это там... Не нашли? Не могли бы искать. Дом прячется. Ну, так я говорю. Я захотел бы, вышел бы. Ага. Ну, ладно. Тогда значит так. Спасибо вам огромное, что вы нас сюда привезли. Здорово. Ну, место, конечно, такое вот, именно монастырское. Далеко от всех. Вообще не проходное ни разу. Ну, это сейчас далеко. А когда-то это было пустяки. Ну, это было деревенской церкви, да. Тут как бы она находится. Вот. И по кругу вот просто все деревни, деревни, деревни по кругу. Всегда был приток сюда. Это еще было не так давно, да? В советское время. Так а вот деревни вот взять. Вот, допустим, вот эта вот деревня, которую мы проезжали, есть пола. Двадцать назад, тридцать она разрушена. Вот эти все деревни тоже вот. А она как раз, получается, в перестроечные годы. Ну, да. Какие-то деревни там и в 70-х годах уже рушатся начали. А какие-то вот, ну, больше 80-х, 2000-х. А 70-х, это как раз же был период очередного объединения деревень, когда все школы свозили в одно село, всех детей возили, да, а деревни закрывали. Очередная там какая-то волна была. Ну, тут больше-то вот деревни закрывались, вот проведут в одной деревне, допустим, свет, да, и все как бы все сбегались. Часами туда вообще. А свет у вас был раньше на генераторах, да, наверное? Лучины, да, лампы. О, даже так было. Лампадки, да. Тут генераторов у нас в деревне, у нас генераторы, вот здесь вот стоял фирзавод, вот такой он на дизель-генераторе работал. А так вот в домах-то это роскошь было бы. Так, а что это за лампочкой или ищет, да? А какие годы электричества? Да, 70-е получается. Так, наверное, где-то так, да? Потому что, ну, примерно, наверное, так, у меня родители как раз в Сибирь переехали, это были 70-е, и у нас тоже был дизель-генератор. Православие надо еще правильно понимать, с моей точки зрения, опять же. Истина там есть, я не спорю, но правильно понимать тоже надо уметь, без фанатизма, так скажем. Ну, разумеется, абсолютно. А вы крещеный? У меня крестили маленького, сунули в воду, там, меня даже не спрашивали. А так в церковь не ходите, да? Да как? Я ходил, как бы. А за руки водили, да? Да нет, почему? Я и в сознательном возрасте заходил, для меня такая бы преграды особо нет, но... Ну, нерегулярно. Я просто не понимаю, зачем мне все это надо? У меня нету такого прозрения, потому что мне это все действительно надо. Я верю в Бога, там, да. Я осознаю высший разум, там, и все такое. Я не понимаю, почему я должен ходить туда и делать там определенные какие-то ритуалы, и еще чего-то там. Если должно быть, все в жизни намного проще и не так усложненно. Ну, а вот в деревне у вас как? Больше людей ходит в церковь регулярно или меньше? Ну, так, примерно, половина, меньше половины там. Ну, верует почти каждый там, веру, веру, там, да, да, да. Если чисто в церковь ходить, так это вот 5-6 бабушек соберется, ну, на праздник, там, на Пасху может побольше там быть. От тех поколений там вот нашим бабушкам еще привелось, так вот эти по инерции еще ходят. А вот сейчас возни, вот внуки там, сыновья уже и все уже безразлично. Это уже философское такое рассуждение. Нет, православие истина есть, но доброте ведет и справедливому. Вот это я говорю, что надо понимать. Много там хорошего, вот этих грехов описано, то, что там не убей, не укради и все прочее. Это все, ну, на благо душе человеческой как-то все сделано. Вот я вот не считаю себя там каким-то православным, но во мне же есть эти понятия там не убей, не укради, нравственное, вот эти все ценности не заложены просто, видно, в человеке. Есть в церкви. Может, церковь для кого-то и нужна, кому-то и спасает она жизнь, но я вот, для меня так она не нужна почему-то. Мне вот на самом деле, вот я вот смотрю, у Сундаков Виталий Владимирович, может, там в Москве небезызвестных человек. Знаем, знаем, конечно, путешественник. Вот он формально объясняет все, интересно его послушать, что раньше у нас не было ни веры, ни религии, у нас была традиция. Все, и прислать отсюда уже надо. И он все может объяснить, вот как человек должен жить, для чего он здесь и почему, где, куда, откуда, как, зачем, и почему, как там там. Роликов много у него, я смотрю, интересный человек. И научиться можно многому, и понять вообще смысл жизни. А вот церкви так не научат, не объяснят. Нам только ходи, вот, молись, и все. Молись, и кайся. А где познание мира, мироздания даже того же самого, которое наши предки знали вот и до. Вот Сундаков про сказки, интересно рассказывает. Сколько в сказках у русских заложено тайного смысла, так скажем, сакрального. То есть наши предки заложили в эти сказки для нас. Мы, увы, не понимаем. Я уж не знаю, что там. У нас в России все перемешано. Все киргном. А еще корм на своей культуру. Мы все потеряли. Только каким образом, как Советский Союз могли потерять? Я вообще даже, вот, я как бы вот родился только в маленьком, еще в Советском Союзе. А сейчас вот представляю, насколько это величайшая страна была, и как ее могли потерять вообще? Странно. Также и нашу культуру, как могли потерять? Тоже странно. Зато я недавно услыхал одну мудрость от человека сознательного, тоже, на мой взгляд. Он сказал, даже если от России останется один кутер, она все равно возродится. Если вот посмотреть на дома, вот есть деревня, да, я вот тоже езжу по работе, туда-сюда, зайду, где старые дома, просто, ну, поинтересоваться, вот заходишь, стул, ложки, кружки, одеяла, одежда, фотографии, холодильник, все, вот как будто человек просто взял и ушел, даже ничего не взял с собой, умер, детям ничего не надо, видно, вот просто, кажется, вот сейчас заходи и живи, будто весь все был. Сейчас, сейчас вот наше поколение, оно ходит, иконы старые ищут, все разворовывают там, все перевернули, все кверхнули. Вот тут ставим дома, да, 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 все перевернуто, все просто. С металлоискателями там ищут, все туда-сюда, не, я сам с металлоискателями тоже, ради интереса, ради отдыха хожу, я вот выйду там по полям, покажу. И удалось найти интересные? Ну, как вот, монеты находятся, старые монеты, Михаила Федоровича Романова, как первый из династии Романова, вот чешуйки вот находятся, в чешуйке нашел, вот, чешуйка, это что такое? Чешуйка, это такая рубленая монета, из проволоки, ее так липушили, но они серебряные, вот, нашел вот полтинник, Николая Второго, 96-го года, вот, а так вот, медных монет, просто много находится, все эти, полгушек, пятаков, одна, вторая, копейки, там, много всяких, деньги, там, я говорю, там, уже, медяши, штук 300 монет, поди, вот, 700-х, 800-х, 900-х годов, то есть, я говорю, тут такой быт был налажен, тогда-то, вот, я даже вот хожу, с металлоискателем, по старым окрестностям, по деревням, и представляю я себе, насколько раньше жизнь тут была кипела просто, что если вот даже вот такие вот потеряшки всякие, элементарные там, жалко просто, насколько все вот уничтожили деревню русскую, уже с деревней все пошло, даже вот книжка есть такая без деревни, нет России, то есть, я говорю, может, территориально-то Россия и останется, сохранится, а вот культурно-нравственно, вот это вот теряется Россия, вот сильно теряется, вот у нас деревня, вы проехали, вы, кажется, великолепные деревни, а я вот когда в первый класс пошел, у меня 14 человек, в первом классе только было, а во всей школе там больше 100 человек, мы на дискотеке, вот даже вот ходили, вот наш клуб, не зайти было, целый клуб народный, туда все девались, половина на кладбище точно, кто спил себя, кто чего. Ну как, сильно пьют вообще в деревне? Да безобразие, безысходность, просто человека загнали, просто вот, у него не идеи, вот, все отняли у него, смысл жизни отняли, идею отняли, все отняли, ничего ему, ничего не дали, не заработка ему не дали, обманывали его там, доставляли там работать в три раза, получать в два раза меньше, все, все вот это безответственно, ну естественно, человек он, так скажем, сломается, у него тоже хочется жить, а у вас не было желания уехать в город? Я не езду в город, нет, я не езду в город, жить в городе, не понравилось? Что там делать-то? Голова каждый день болит, толку нету никакого, ходишь из угла в угол, на машинах, на маршрутках там ездишь, на работу, да с работы, да в толпучке в этой, безобразие какое-то, ничего не было. А город какой? Ярославль. А, в Москве прям? Ярославль. А, в Ярославль, да. Я сколько там, пять лет, проучился в Ярославль. И потом год армии, где-то еще после армии, около года там поработал, ну, как у нас заложено генетически, так было там, ну, не генетически, так вот там мы решили, что что в деревне делать, надо ехать в Ярославль, там работа, там жилье, оказывается все наоборот, я сам не понимаю наших родителей, там работа, там жизнь, там все, как вот Сундуков, даже город, это дикая следа сама, просто непредсказуемая, вообще, ты идешь, там может сейчас машина сбить, там или еще что случится. А в деревне все прозрачно, все, я еду, я знаю, что у меня сейчас встречка не вылетит, не еду, не разшибется там, то есть я говорю, что надо в деревне жить, переселяться и восстанавливать русские деревья. Тут все, тут много домов пустых, все, вот остались, моего возраста, тут сколько человека, 3-4 парика вот осталось, все, остальные все уехали. Вот, к сожалению, я вот что-то вот, всеми мыслями пытаюсь повернуть государство, чтобы оно посмотрело на нас, хотя бы со стороны, там, как мы живем, как хотим жить. что-то пока поворачиваться, но слабенько слабенько слабенько. Потому что Путин у нас молодец, я все-таки все равно считаю, но побольше бы ему вот таких рывков, уверенных вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова